На прошлом уроке мы сказали, что в аяте мы сказали, что имя Аль-Арда это первое прямое дополнение а Мехадан это второе прямое дополнение мы так сказали, потому что глагол джа'ля, от которого образован глагол ядж'ль является переходом к двум маф'унбе к двум прямым дополнениям так как он здесь является одним из глаголов превращения или обращения то есть джа'ля значит превратил, обратил мы можем привести много примеров из Корана, где этот глагол джа'ля приходит в значение шайер превратил, обратил например, пророк Иса А.С. говорит и не сделал он то есть Аллах не сделал меня надменным и несчастным здесь у нас джаббар здесь у нас местемен первый лица я это первый маф'унбе, джаббар его второй маф'унбе, а ша'кин будет натом для джаббар в другом аяте мой путь у джа'льна хум хум это первый маф'унбе, а имматан это уже второй маф'унбе все предложение будет натом для аимматан и таких примеров очень много где глагол джа'ля приходит в значение сайера ау хавуаля, то есть сделал, превратил, обратил также этот глагол может быть в значении халука создал, сотворил в этом случае этот глагол нуждается только в одном прямом дополнении в одном маф'унбе. Примером для этого может служить разбираемый нами аят аля мнач'алил орду ми хада если в первом случае мы перевели этот аят сказав разве мы не сделали землю ложим, то есть разосланные так как здесь глагол является одним из глаголов аттасир ау аттахвиль, то есть превращение или обращение которые добавляются к именному предложению состоящим из аль моктада у аль хабр то есть из подлежащего исказуема которые эти глаголы ставят в состояние анасп в винительном падеже где подлежащий становится для этих глаголов первым маф'унбе а сказуемый становится вторым маф'унбе где эти глаголы указывают на переход из одного состояния в другое а в этом случае, где глагол джа'але приходит в значение халука анша то есть создал сотворил он будет переходом только к одному маф'унбе к одному прямому дополнению то есть будет иметь только один маф'унбе но тогда возникает вопрос если в этом предложении мы говорим, что глагол джа'але в значении халука и что он имеет только один маф'унбе то есть слово аль арда тогда как же быть со вторым словом со вторым именем михада ведь в этом случае оно не будет являться маф'унбе в этом случае имя михада будет аль хал то есть обстоятельство образа действия хал от слова аль арда то есть это имя, которое показывает поясняет состояние маф'унбе во время совершения действия в этом случае мы переведем этот джа'але аль амнач'але аль арду михада как и разве мы не создали землю ложным то есть будучи подобной ложью то есть разве мы не создали землю будучи разосланной то есть в состоянии значит если мы скажем, что глагол джа'але в значении сайяра превратил и обратил то тогда слово михадан будет вторым маф'унбе вторым дополнением а если мы скажем, что джа'але в значении халюка то есть создал, сотворил то тогда михадан у нас будет аль хал то есть обстоятельством образа действия можно привести и другие примеры из Корана где глагол джа'але также может быть в значении халюка то есть создал, сотворил, установил например То есть он, Аллах, сделал для вас землю, уложим, а небо кровли. Значит, здесь в первом случае у нас Аль-Арда – это первый мафуль бихи, а фирашин – это второй мафуль бихи. А также Ас-сама – это первый мафуль бихи, а бина – это второй мафуль бихи. Во втором же случае Аль-Арда – это будет мафуль бихи, а фирашин – это будет хал. А также Ас-сама – это мафуль бихи, а бина – это хал. Другой пример «Он сделал луну светлой и сделал солнце светильником». В первом предложении «Аль-Камре» это первый «мафоль бихи», а «Нур» второй «мафоль бихи». Или можно сказать «Аль-Камре» это «мафоль бихи», а «Нур» хал от него. То же самое мы можем сказать и про «Аш-Шамса» и «Сираджа». Следует отметить, что этот глагол «джа́ль» может относиться иногда и к так называемым глаголам «начинание», то есть глаголы, которые указывают на начало какого-либо действия и проходят в значении «начал, приступил». Такие глаголы, как например «джа́ля бада ахада» и так далее. Например «джа́ля мухаммадун яктубу» – «Мухаммад начал писать», «джа́ля яфалю» – «Он начал делать». В этом случае глагол «джа́ля» будет относиться к «афа́лю шуруа», то есть к глаголам «начинание», глагол, который указывает на начинание какого-то действия. Эти глаголы вот здесь у нас слова так же как и недостаточные глаголы, как «када ахватуга», «када её сёстры» и «кана у ахватуга», «кана её сёстры» – подобные ему глаголы. То есть нуждаются в «исме» и в «хабаре», то есть в имени, которое они ставят в именительном падеже, и сказуемом, которое они ставят в именительном падеже. То есть они нуждаются в «исммарфу» и «хабару» и «мансу». Однако у них есть одна особенность, то что их «хабар» должен быть выражен глагольным предложением, где глаголом будет глагол «настоящее будущее времени», как мы видим в примере «джа́ля» Мухаммада Нектубу, где «Мухаммад» – это «исмм Джа́ля», а глагольное предложение, состоящее из глагола «яктуба» и его «фа́ля», то есть скрытого в нём местомени «хуа», это у нас глагольное предложение будет «фимахалин-наспин», то есть на месте падежа «аннаспин». «хабар аль-фа́ля» будет «хабаром» для глагола «джа́ля». Осталось упомянуть, что иногда глагол «джа́ля» также приходит в значение «вада́» «поставил», то есть ставить класть. Например, в истории про Ибрахима в суре «Аль-Ба́кура» говорится «сумма джа́ль аля кулли джабалин мин хунна джуза́н» «сумма дуу хунна» «затем положи по кусочку, то есть кусочку зарезанных птиц на каждом холме», а потом позови их, и так далее. Здесь глагол «иджа́ль» в значении «да́», «положи», «поставь». Другой пример, в суре «Юсуфа» у нас «джа́ль си́ка́йт фи рахле́хи́» «он», то есть «Юсуф», «положил чашу в мешок своего брата». Здесь то же самое глагол «джа́ль» в значении «ода́», то есть «положи́л». На этом всё на сегодняшний, а на следующем уроке продолжим наш грамматический разбор.